Привет, меня зовут Дмитрий Скобелев и мы с вами на классе, который посвящен нюансам звукозаписи электрогитары. В этом классе с записью нам поможет замечательный гитарист и педагог Антон Березовский, но для начала давайте разберемся в чем отличие записи электрогитары от акустического инструмента. Мы по ходу разберем нюансы того, что мы будем записывать не сам инструмент, а по сути звук с усилителя, не напрямую в звуковую карту, а через усилители кабинет. Подбирать будем микрофон их положение. Но давайте обо всем по порядку и сейчас мы с вами разберем, что у нас есть из оборудования и что мы с этим будем делать. Давайте посмотрим, что у нас есть из оборудования и послушаем, как это звучит. У нас усилитель THD Flexi 50 и кабинет... Антон? 12-дюймовый драйвер у кабинета. Собственно вокруг вот этого диаметра мы будем двигать наши микрофоны к центру, от центра, ближе и дальше. Значит какая у нас коммутация? Гитара подключается к педалям и педали к голове небалансным кабелем, то есть это два контакта. И несмотря на то, что гитара может быть неплохо изолирована внутри, от помех все равно, сами провода, усиление сигнала может генерировать некоторый уровень шумов и на самом деле совершенно нормально. Либо это вычищается на этапе сведения звука, либо используется дополнительные примочки, которые глушат этот шум. Но это чревато тем, что при исполнении музыки достаточно тихо, можно лишиться просто этого звука, потому что он будет не сильно отличим от уровня шумов. Поэтому лучше записать как есть, потом уже на обработке думать, что с этим делать. Микрофон у нас Royer R-121, это ленточный микрофон, классика для записи электрогитары с кабинета, это AKG 414 XL2. Оба микрофона у нас будут прямо у кабинета, при этом Royer это ленточный микрофон двунаправленный, то есть конфигурация восьмерка, он слышит и вперед к кабинету, и назад в студию, да. AKG у нас в конфигурации находится суперкардиоиды, то есть он остро направленный и будет снимать буквально точечно с драйвера разные варианты звучания, то есть и по центру и по краю звук не одинаковый. В том числе в помещении у нас находится еще на значительном удалении от кабинета два микрофона, это Earthworks SRO, это стереопара, обычно ее используют для записи ударной установки в положении вот оверхед, но чем нам они интересны, они все направлены, они снимают все звучание помещения для того, чтобы мы могли подмешать звук и краски нашего пространства к тому, что могут дать микрофоны. Это уже четыре канала записи, плюс у нас есть линейный выход с ламповой головы в аудио интерфейс, так называемый DI box, то есть это прямое подключение без каких-то вмешательств микрофона и акустического пространства. И еще один шестой канал, это у нас микрофон, который сидит в коридоре, но о нем мы поговорим попозже, а потому что пространственные эффекты можно создавать как набором педалей, например, реверберация, так и собственно живым звуком, который можно записать. В данном случае мы выйдем в коридор, включим микрофон и послушаем, как звучит, грубо говоря, коридор и на достаточном удалении от кабинета. Сейчас я предлагаю послушать, как звучат разные микрофоны. Я их буду двигать для того, чтобы вы могли оценить, что происходит со звуком. Мы ближе к центру, дальше от центра, ближе к кабинету, дальше от кабинета. И я буду просить Антона играть и также восстанавливать, чтобы вы могли поменять микрофоны. Сыграй тогда, я подвигу. Мы начнем с Ройера. Вот так у нас звучал Ройер при разном положении, ближе к центру, дальше от центра, ближе к кабинету и дальше от кабинета. Давайте послушаем, что нам дает без, опять же, какой-либо обработки микрофона КГ-414 в конфигурации суперкардиоида. Мы будем деликатнее его двигать, потому что более значительно будет изменение по съему звука. Надо сказать, что Ройер, в отличие от ЭКГ, дает линейное звучание. То есть на всех частотах, которые он воспроизводит, звук не окрашивается. То есть он воспроизводится так, как есть. При этом ЭКГ немножко звук красит в высоком диапазоне частот, чувствительность микрофона несколько задрана, поэтому звук будет более открытым, более таким кристальным, прозрачным. Но это тоже зависит от того, насколько близко к кабинету и насколько мы идем к центру или к периферии от драйвера. Сыграть тогда что-нибудь еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так у нас звучит 414 АКГ при разном положении относительно динамик в нашем кабинете. И теперь давайте послушаем конфигурацию АБ. Значит, это микрофоны, которые находятся в помещении на значительном удалении от кабинета. Они при этом расставлены между собой на большое расстояние. Я могу сказать так, что обычно для того, чтобы создать ощущение стерео, используют такое правило. Если микрофоны отодвинуты на метр от кабинета, то расстояние между микрофонами 3 метра, то есть соотношение 1 к 3. В нашем случае расстояние между микрофонами равно расстоянию до динамика. Поэтому несколько другое звучание будет. Тем не менее, при смешивании каналов мы услышим, что это все-таки как так или иначе стерео. Сыграй еще что-нибудь. И таким образом мы прослушали сейчас четыре варианта. У нас был ленточный роер, у него немножко меньше чувствительность к высоким частотам, то есть все, что после 16 кГц он менее чувствителен. Есть АКГ-414, который наоборот в верхнем диапазоне частот чувствительнее, чем в нижнем. Мы слушали также стереопару этого микрофона в конфигурации АБ, то, что называется РУМ-микрофоны. Сейчас мы послушаем, как звучит чистая линия, когда мы слышим напрямую запись усилителя в аудиоинтерфейс без вмешательства микрофонов и помещения. Как вы можете заметить, звук кажется плосковатым, потому что разный микрофон, разное положение дает возможность вариации по глубине звука, по его открытости, наоборот, или, к примеру, зажатости. То есть здесь совершенно какой-то такой чистый, плоский, скучный звук, но что мы с этой дорожкой можем делать? Мы ее можем реампить. Что такое реампинг? Это мы можем из аудиоинтерфейса выводить звук, пропускать, в том числе, если позволяют педальки обратно через кабинет и усилитель и записывать разными вариациями этот звук без участия гитариста, то есть гитарист сессию отыграл, и потом с этой дорожкой мы колдуем, как хотим. Дальше микрофоны ставим ближе, одни, другие, в том числе можно какими-то плагинами эту дорожку обрабатывать, придавая нужное нам звучание, то есть это удобно, потому что у нас есть такая сухая дорожка, с которой дальше можно работать. И теперь я предлагаю послушать то, как звучит у нас коридор. Для этого я сейчас открою дверь в студии, или на самом деле попрошу ассистента это сделать лучше, и мы послушаем, как у нас звук уходит в коридор, и в коридоре у нас радиопетличка установлена, это обычный комплект Sennheiser EK, K500, и микрофон Sennheiser ME2US. Включи гитару, туда и поиграй. Что ж, вот такой получается интересный эффект. Тут уже можно думать, нужно это или не нужно, лучше, когда при записи у нас есть какая-то вариативность. Чем больше способов записи, тем больше тембральных красок, тем больше вариаций при сведении всех этих каналов, то есть мы можем уже на сведении выбирать, как их смешивать, или что оставлять, что убирать, не придется переписывать, переигрывать. В этом плане иногда пишут даже, к примеру, простейший коллектив, гитарист, басист, ударная установка, вокалист, клавиши, это может быть спокойно 54 канала записи, для того, чтобы на сведении более деликатно работать как раз с тембрами, с красками, добиваясь необходимого звучания. Что ж, давайте тогда перейдем к интерфейсу записочной программы, я покажу, как у нас организован проект по записи, и после этого мы вернемся и запишем небольшой отрывок, который потом сможем на сведении поизучать.